Что касается КТ, Олег Николаевич, они у вас на складе стоят два месяца. Вредник КТ должно проводить в течение дня от 40 до 60 исследований, но возьмите 50. Это значит, что два месяца 12 тысяч человек не получили обследование. Это значит, они куда пошли? Платные. И 60 миллионов выложили в платные клиники за прохождение КТ. В платных клиниках стоимость услуг выросла. Сколько было? КТ стоило до пандемии около 2000. Сколько сейчас? В разных плюс-минус 500 рублей около 5000. От 5000 выше. Есть единичные, там где меньше. У вас 4 КТ в частных клиниках. Вопрос. Вы как-то реагировали, как руководитель Росздравнадзора? Вы же отвечаете за лицензирование. Для желации в платке сеть ни одна частная клиника не может быть запущена. Есть ли у вас меры реагировать? Где можно с ними знакомиться? Почему так ценовольство? Ну, этим занимался ФАС, насколько я знаю. Хорошо. Изменения. Сейчас ФАС спросим. Но вы в ФАС обращались как надзорный орган в сфере этого ханения? Нет. Врать не буду, нет. Вчера мы будем проверять. Тогда ваша роль. С аптеками не работаем. В совещаниях принимаем участие в виде приглашенного. И, соответственно, за ценообразованием абсолютно не следим. У вас огромные полномочия. В сфере этого ханения нет более обреченного полномочия человека, чем вы. Вы государством уполномочены защищать права граждан и обеспечивать соблюдение стандартов качественной медицины. У вас все полномочия. Вы можете любую клинику, любую больницу закрыть. Ни у кого больше таких прав нет. Отозвать лица и инвестируй. Учтем. Да вам уже учитывать не придется. По той причине, что все то, что вот здесь было услышано, думаю, понятно, должно чем закончиться. Валерий Васильевич, кто виновен в том, что два месяца КТ стоят на складе? Почему не оплатили эти 16 миллионов? По мере. Валерий Васильевич, а 12 тысяч человек, которые не получили эту услугу, федеральные средства были выделены, КТ закуплены, 250 миллионов потрачены, два месяца стоят. Вы готовите предложение по мерам прокурорского реагирования в отношении министра финансов Саратовской области. Я так понимаю, у него все хорошо, он о людях не думает, людей спасать надо. Спасибо.